Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Приветствуем вас в фонде Генриха Бёля. Как здесь в зале, так и в интернете уже начался лайв-стрим. Мы очень рады приветствовать вас на представлении книги «Зе Камерон. Рассказы из тюрьмы». Мы этому мероприятию очень рады. Мы очень рады, что мы можем ее проводить в такой форме. Даже если рамочные условия или условия, в которых родились эти истории, и в которых живут люди, которые сегодня будут выступать, не очень, конечно, отрадны. Тем важнее, по-моему, проводить подобные мероприятия. И я очень рад, что вы все приехали. Меня зовут Ян Филипп Альбрехт. Я являюсь одним из председателей правления фонда Генриха Бёля. И я с удовольствием с вами проведу этот вечер. Адвокат Максим Знак нам известен как очень ангажированный активист. Мы его помним из 2020 года вместе с Марией Колесниковой, одной из трех женщин, которые стояли во главе протестов. Светлана Тихановская и Вероника Цепкал. Они вместе были осуждены к десяти годам тюрьмы. И такой драконный приговор свидетельствует о том, что из себя представляет режим Александра Лукашенко. Он приказал избить участников протеста в 2020 году, бросил в тюрьму. И мы сегодня можем сказать, что этот успех был одним из предпосылок для полномасштабной агрессивной войны России против соседней Украины, для которой Лукашенко охотно предоставил территорию и инфраструктуру. Безусловно, в условиях войны Украина прежде всего имеет нашу полную солидарность. Однако эти белорусские демократические активисты боролись за те же цели, за которые сейчас борется Украина – свободу и демократию. В противовес имперской тирании. Поэтому их судьба также заслуживает нашего внимания. Максим Знак отстаивал свободу, а потом ее же у него отняли. Пусть это покажется беспомощным и наивным в нынешней ситуации, но я, мы требуем безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси, безоговорочного освобождения. Тем более замечательно, что именно вам, Ирине Козаковой, сестре Максима Знака удалось вывести из страны тексты вашего брата и опубликовать вместе с госпожой Рабе и издательством «Зуркам» истории из тюрьмы. Добро пожаловать. Я очень рад, что вы обе сегодня с нами и расскажете об этом подробнее. Я уже заглянул в книжку, и я хочу зачитать, что ваш брат в своей благодарности также пишет, что он благодарит свою сестру, которая стала моим голосом, моей сестре, оставшей моим голосом более ярким, талантливым и искренним, чем мой собственный. Также сердечно приветствуем сегодня вечером Герту Мюллер. Я рад видеть вас и хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за вашу приверженность к делу заключенных в Беларуси. Я не хотел бы и забыть о группе представителей различных белорусских общественных организаций, уехавших в эмиграцию. И, наконец, я хотел бы поблагодарить наших сегодняшних соорганизаторов, без которых это мероприятие не было бы возможным. А именно, издательство «Зурка», белорусское сообщество Германии, «Разам», а также Робина Вагенера, представителя немецкого или депутата немецкого Бундестака, который, помимо прочего, принимает активное участие в парламентской поддержке политических заключенных Беларуси, а также является контактным лицом Федерального министерства иностранных дел для Белорусского гражданского общества в эмиграции. А сейчас хотелось бы ему же и передать слово. Большое спасибо. В этом году Микола Дзяток был освобожден из белорусской тюрьмы после более чем четырехлетнего заключения. Он написал следующее. «Мы знаем, кто мы такие, и мы знаем, чего хотим. Пусть марионетки у власти придумывают новые методы борьбы с экстремизмом. Мы все равно будем идти вперед и держать за руку всех тех, кто прошел этот путь до нас. Потому что только в этом есть жизнь, есть смысл, есть правда». Микола Дзяток – блогер и журналист. В 2020 году он был вновь арестован и до сих пор является одним из более чем 1500 политических заключенных Беларуси. Я выбрал эту цитату Миколы, потому что для меня она олицетворяет мужество, силу и стойкость белорусского демократического движения, движения за демократию. Лето 2020 года прошло уже более трех лет назад, и у всех нас в памяти остались образы мирных протестов, людей в бело-красно-белой форме. Но у всех в памяти и образы жестокости, как стреляли в людей, били их, увозили. Мы все знаем, что с тех пор ситуация в Беларуси не улучшилась. Поэтому многие участники белорусского демократического движения устали и измотаны. Им нужна передышка, что более чем понятно после этих напряженных трех лет, но никто из них не сдался. Все они хотят, тем не менее, идти вперед. Очень многие продолжают бороться за демократическую Беларусь. Каждый в своем радиусе, каждый в меру своих сил, каждый в меру своих возможностей. И за это мужество, за эту силу, за эту стойкость белорусское движение за демократию заслуживает всяческой поддержки. Я очень благодарен, что сегодня мы услышим тюремные истории Максима Знака и тем самым привлечем внимание к положению политических заключенных в Беларуси. Ведь, к сожалению, об условиях содержания в белорусских тюрьмах широкой общественности известно слишком мало. Многие не знают, что в Беларуси до сих пор ежедневно преследуют и сажают в тюрьмы невинных людей по политическим мотивам. В немецком Бундестаге более ста депутатов взяли шерство над одним или несколькими политзаключенными Беларуси. Этим мы привлекаем внимание к истории отдельных заключенных. Мы рассказываем об их жизни снова и снова, потому что 1500 – это не просто цифра, это люди, конкретные люди. Я взял шерство над Игорем и Дарьей Лосик. Им по 31 году родители маленькой дочки. Ее зовут Полина. Игорь уже был арестован в мае 2020 года. Он является блогером и журналистом. Выступал за честные и свободные выборы. Жена его, Дарья, была арестована год назад на глазах у маленькой Полины рано утром. За то, что она мужественно и бесстрашно выступала за освобождение мужа. Сейчас Полина живет с бабушкой и дедушкой. Я этому очень рад, но это все-таки плохо, что ей надо жить с дедушкой и бабушкой, а не с родителями, там, где должны жить дети. Диктатор Лукашенко отнял у нее самое дорогое в жизни – близость родителей, ее маленький дом. В одиночной камере Игорь уже несколько раз пытался покончить с собой. И штрафная изоляция – это звучит технически. Многие даже не знают, что это означает. Я недавно посетил одну школу и там рассказал. Это трудно себе представить. Это небольшая комната, примерно один на два метра. Окно с решеткой, небо не видно. Раскладушка, нара, на которой можно лежать, отверстие для облегчения и, может быть, маленький столик. В этом замкнутом пространстве мы предоставлены, или вы предоставлены сами себе часами, днями, неделями. Зимой о сне не может быть и речи, слишком холодно. Ночью снова и снова просыпаешься от дрожи и вынужден передвигаться. Такие условия сдержания можно назвать только одним словом – пытка. Диктатура – это не что-то абстрактное. Диктатура имеет вполне конкретные последствия для повседневной жизни конкретных людей. Диктатура изнашивает жизнь. Диктатура может разрушить людей. Именно поэтому я считаю, что наш политический долг – по мере сил поддержать демократию и движение за свободу. Это моральный и человеческий императив. Но, и это пока о морали, но поддержка демократии и свободных движений отвечает и нашим собственным интересам. Агрессивная война России против Украины еще раз показала, что диктаторы не являются гарантами стабильности, а безудерно готовы разрушить европейский миропорядок. Поэтому и покушения с белорусской земли были возможны лишь потому, что Лукашенко поддерживает Путина. Я убежден, что стабильность и мир на этом континенте могут быть достигнуты только с помощью демократов. Диктаторы и диктатуры не исчезают в одночасье. Белорусским демократам нужно много терпения. И я уже сколько наблюдаю за этим движением, и поэтому я уверен, что они не сдадутся. У них есть много терпения. Всегда впечатляет, насколько они сильные. И ради этого они нуждаются и заслуживают нашей неизменной поддержки до тех пор, пока это будет необходимо. Демократическая Беларусь имеет нашу поддержку. Спасибо за внимание. Уважаемые дамы и господа, уважаемый господин Альбрихт, уважаемый Робин, уважаемая Герта Мюллер, уважаемая Ирина Козыкова, уважаемые гости и зрители. Меня зовут Инна Румянцева, и сегодня я выступаю от лица белорусского сообщества «Разум». Сегодня вечером мы услышим рассказы, истории из книги, история которой невероятно в той же степени, в которой трогательна ее поэзия, в которой удивительно ее остроумие, в которой тонок ее юмор. Например, вы услышите одну историю, среди прочих, которая тронула всех, кто ее читал или слышал. Речь идет о снеговике в этом маленьком рассказе, вернее о снеговичке, о женщине-снеговике. Я думаю, что и вы тоже будете еще долго вспоминать эту историю. Этот рассказ тронет вас за душу, потому что даже без обширных знаний о Беларуси вы поймете глубину этой истории. Но я поняла еще, что этот рассказ получает особую силу, особый вес, если вы поймете, в каком контексте она рассказывается. Если вы поймете, то о ком неизменно думают белорусы, когда слышат историю о женщине-снеговике. Возможно, небольшие намеки в самом рассказе помогут вам помочь. О ком конкретно идет речь? На самом деле идет речь. Может быть, потом возникнет дискуссия, может быть, и вы потом спросите об этом. Да, спрашивайте нас, спрашивайте белорусов и белорусок, спрашивайте людей, которые выступают в поддержку Белоруссии. Ведь Беларусь почти полностью исчезла из новостей. И это кажется неудивительным на фоне мира, который кажется сорванным с резьбы, в котором немыслимое стало жуткой реальностью. Даже жестокая агрессивная война против Украины уходит с новостной повестки перед лицом террора Хамас и, возможно, предстоящей большой войны на Ближнем Востоке. Деспоты в Минске и Москве используют эти ужасные события, умело их используют, чтобы отвлечь мир от собственных злодеяний. Таким образом, мы здесь, в Германии, мало что узнаем об общественных и политических катастрофах, которые от недели к неделе происходят в Белоруссии и принимают все более абсурдные формы. Кто здесь у нас знает, что все без исключения живущие за границей Беларусы ввиду так называемого паспортного декрета вынуждены возвращаться к себе домой в Беларусь, тем самым подвергаясь опасности быть арестованными и брошенными в тюрьму? Кто знает, что в Беларуси сейчас больше боятся Губопик, так называемое Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией? Самая жестокая банда головорезов режима, что Губопика сейчас следует бояться больше, чем КГБ. Кто знает, что на этой неделе белорусского поэта заставили после ареста написать оду на Губопик и выступить с этой одой перед камерой? Кто знает, что процентное соотношение политических заключенных в Беларуси в 120 раз превышает количество заключенных в России? Кто знает, что Виктор Бабарико, бывший кандидат президента, после беседы так называемой с силовиками попал в больницу в таком состоянии, в котором врачи его не узнали? Кто знает, что Виктор Бабарико и дюжина прочих политзаключенных находятся в состоянии полной изоляции? Они не видят своих родных, они не могут им писать и получать от них письма, никакого контакта с внешним миром. И кто вообще знает, какое количество людей, сидящих в белорусских тюрьмах, уже погибли в тюрьме? Или были вынуждены покончить с собой? Режим в Беларуси использует наше невнимание, чтобы постоянно расширять террор против собственного населения. Потому что мстительность и страх перед собственным народом безграничны. Поэтому такие мероприятия, как сегодняшние, очень важны. Я хочу от имени белорусского сообщества Разом поблагодарить Херту Мюллер, который уже второй раз в этом году будет читать из Зекамерона и помогает понять эту историю и сделать ее доступной для широкой общественности в Германии. Спасибо Катарине Рабе и издательству Суркамп, которая опубликовала в Германии Зекамерон. Спасибо фонду Генриха Бёля, который постоянно поддерживает гражданского общества Белоруссии. И, в общем-то, поэтому, только поэтому здесь среди нас находятся гости из Белоруссии. Спасибо Робину Вагнеру, который с такой настойчивостью занимается поддержкой белорусских политзаключенных, является членом Бундестага и, в частности, семью Лосик. Большое спасибо за это. Спасибо большое Ирине Козиковой, сестре Максима Знака, с которой я впервые познакомилась сегодня, которая сегодня впервые будет рассказывать здесь, в Германии, о своем брате и о его книге, прекрасно понимая, какой риск для нее с этим связан. Но она, тем не менее, полностью поддерживает своего брата, как и 1500 других политзаключенных. И спасибо, конечно, Максиму, который более года сидит в тюрьме и с которым вот уже 252 нет никакого контакта. Который, наверное, подозревал, что публикация его книги может иметь для него тяжелые последствия. И, тем не менее, решил опубликовать этот текст. Спасибо за твою отвагу, Максим. Сегодня в мыслях мы все у тебя, в твоей камере. И надеемся, вынуждены надеяться, что сил твоих хватит, чтобы перенести лишение тюремного заключения. И надеемся, что твой дух не покинет тебя. Ты для всех нас, выступающих за будущее Беларуси, являешься примером. Благодарю каждого и каждую из вас, пришедших сюда или подключившихся к нам. Благодарю всем, кто неравнодушно относится к судьбе Беларуси. Благодарю вас всех и желаю нам вечера, который не только останется в нашем воспоминании, но и поможет нам стать активными, оставаться активными. Потому что речь идет не только о том, чтобы помогать жертвам репрессий, но и открыть сокровище, которое скрывает в себе эта страна, и частью которого является книга Максима Знака. Добрый вечер. Спасибо, что вы все пришли. Инна, спасибо за трогательные слова. Не могло быть лучшего вступления в наш разговор. Спасибо, Герта Мюллер, что ты у нас в гостях и будешь читать тексты Максима, и мы это обсудим, кто это мог бы сделать лучше, чем ты. Спасибо, Ирина Козакова, за то, что вы сегодня к нам приехали. Инна уже сказала, что вы впервые здесь, вы приехали из Варшавы. Вас оставили в конце апреля вместе с мужем и пятилетним ребенком, покинут страну. Вы тот человек, который, в общем-то, продолжает работу вашего старшего брата. Ему на 10 лет больше вас. Вы также стали юристом, адвокат, нотариус. 12 лет проработали в Белоруссии, а сегодня вы отвечаете в организации ПЕН Белоруссии, которая была разгромлена и сейчас находится в Варшаве. Работаете там управляющей и проектным координатором. Отвечаете за то, чтобы белорусская литература жила и чтобы была защищена свобода слова. Я очень рада приветствовать здесь Фолькера Вайкселя, переводчика книги Максима. Без него эта чудесная книга не смогла бы выйти в той прекрасной версии, в которой она вышла. И его коллега Генриет Райснер тоже внесла свой вклад. Аплодисменты. Ирина, я никогда не забуду этого дня, 7 февраля 2022 года, когда я получила рукопись из Минска с указанием вашего адреса электронной почты. И было несколько данных об этой рукописи. И там, в частности, было написано, что есть небольшой глоссарий для пояснения этого тюремного сленга. И тот, кто интересуется этой книгой, может обратиться к вам. И я сразу себе задала вопрос, а как же вы с семьёй чувствовали себя, когда вы отправили эту рукопись за рубеж? Всем добрый вечер. Я очень рада быть здесь. Отвечая на вопрос, я сначала расскажу, как я себя чувствовала, когда я прочитала эту рукопись. Потому что это очень волнительно, когда ты соприкасаешься с той жизнью брата, которую ты ранее не видел, в которой ты не существовал и про которую ты не всё знаешь. Я не могла оторваться, пока я не дочитала до последней страницы, я не остановилась. Потому что мне казалось, что таким образом я становлюсь ближе, понимаю больше и нахожусь рядом, не находясь рядом. И, конечно, когда мы приняли решение опубликовать эту книгу, мы направили её. И очень рада, что у нас всё получилось, что книга издана сейчас на русском, белорусском, английском, немецком и шведских языках. И я рада, что вы можете её читать по-немецки и быть здесь с вами. Вы не боялись как-то сделать неприятно? Или что у вашего брата будет неприятность от этого? Этого стоит бояться всегда, и, безусловно, страх он присутствовал, но это было обоюдное решение, оно было принято, и мы это сделали. Мы все знаем, что об этом нельзя говорить или рассказать, каким образом эта тетрадка попала за границы тюрьмы. И Беларусь — это страна марка Шагаля, и мы все знаем эти летающие ангелы. И каким-то образом или таким же образом эта рукопись вылетела из тюрьмы, но, тем не менее, было бы интересно узнать, как вы поступили с ней во вступлении небольшом. Написано, что транскрипт вы сверили с оригиналом. Кто это переписал, вы или Надя, супруга Максима? Мы оставим за кадром, как этот манускрипт вылетел, как птица и как люди с картины Марка Шагала. Он был напечатан с оригинального текста совместными усилиями, поэтому мы это сделали вместе. Вы, очевидно, не только обладаете юридическим талантом, как ваш брат, но и художница или человек культуры. Ваш брат писал песни, будучи школьником, а вы их иллюстрировали. И я только сегодня узнала, потому что я плохо разбираюсь в Инстаграме, что вы, керамик, также сделали кружки и тарелки, на которых есть строчки из стихотворения Максима. Вы помните, что Максим вам рассказывал, когда вы были маленькие, какие-то рассказы, истории, он вас заразил. Вы поняли, что он имеет особый талант или это было совершенно обычным для вас делом, вы этому не удивлялись особо? Да, я всегда говорю, что юристы — это очень творческие люди, поэтому я, как любой юрист, тоже творческий человек. И моё хобби — это занятие керамикой и рисованием, поэтому, когда, к сожалению, мой брат попал в тюрьму, я писала ему много писем. И мне хотелось в эти письма добавить немножко чего-то живого, чего-то красочного, что могло бы его порадовать. Я начала рисовать серию открыток, посвящённую его песням. У него есть прекрасные несколько альбомов песен на белорусском языке, которые тоже можно найти открыто в интернете и послушать. И я иллюстрировала по очереди каждую песню и посылала ему эти рисунки, распечатанные в письмах. Он был очень рад. И если говорить про занятия керамикой, то я создавала и, надеюсь, продолжу создавать в Варшаве серию посуды с словами из его песен. И это очень важные слова, которые важны для любого человека и имеют особое значение для белорусов, потому что песня, из которой я использовала эти слова, много раз звучала. И это слова «быть собою, что может быть простей», «жить с любовью» и «повагой до людей». И мне кажется, что эти слова полностью отражают те ценности, которые существуют у белорусов, те ценности, к которым мы стремимся, и то, как мы видим свою жизнь. И отвечая на вопрос, заразил ли меня Максим, я так понимаю, профессией? Во-первых, профессией, но когда вы были маленькая, он вам рассказывал истории, и этим заразил вашу фантазию как-то или окрылил её? Да, когда я была маленькая, у меня есть очень много фотографий, где он играет на гитаре, а я танцую рядом. Я танцую рядом на одной фотографии, я танцую рядом на второй фотографии. Естественно, я знала все его песни наизусть и знаю сейчас. И я была фанатом, выращенным с пелёнок, фанатом его творчества. Что касается профессии, наверное, он меня заразил, потому что он был первым юристом в семье, я пошла по его стопам, наши родители не юристы. И когда меня спрашивают, я не могу найти однозначного ответа на этот вопрос, мне просто кажется, он очень красиво говорил, и мне хотелось говорить так же. Когда вы стали изучать юриспруденцию, какие у вас были идеи о своей профессии? То есть что вы хотели этой профессии достичь? Я всегда знала, что я не собираюсь заниматься уголовным правом. Я шла изначально, осознанно, с момента поступления на юридический факультет в бизнес-сферу, в обслуживание бизнеса, и в ней 12 лет и проработала. То есть это юридическое консультирование субъектов хозяйствования, юридических лиц. Однако был период, в котором я работала адвокатом, не выдаваясь в юридические подробности. И, конечно, после 2020 года я тоже не осталась в стороне и участвовала не в уголовных делах, но в административных, когда людей задерживали на сутки. До какого времени вы состояли в контакте с Максимом? Если я правильно понимаю, его письма доходили до вас, и в отличие, например, от письма Марии Колесниковой, родственники, которые не получали писем от нее, вы можете что-то об этом рассказать? Да. У нас нет никакой информации от Максима с февраля этого года. Как уже было отмечено, 250 дней. Информация не доходит ни по каким каналам. Нет писем, нет информации от других людей. Мы находимся вне ведения, в каком он состоянии, моральном и физическом. Ситуация с письмами в течение всего периода заключения была разная, но в целом переписка была с большими промежутками во времени отставанием в получении информации, но она присутствовала до февраля этого года. Почему Максим, который все-таки белорусский адвокат, боец за свободную, новую свободную Беларусь, почему, как вы думаете, он написал эту книгу «За Камерон» на русском языке? Я думаю, это мои домыслы для понимания ситуации. Все творчество Максима, которое было последние многие годы, оно на белорусском, все его песни на белорусском, все его стихотворения, написанные в период заключения на белорусском и множество другого на белорусском, но «За Камерон» в оригинале на русском. Мой домысл такой, что он слышал тюремную лексику на русском языке и, находясь в таком окружении, где все говорят на русском, он отражал это в своей книге. Скорее всего, он даже не знает, как отдельные зэковские термины переводятся на белорусский. Поэтому я думаю, что в оригинале книжка была на русском. То есть он написал, по сути, ту речь, которую он слышал в тюрьме, вот эту тюремную речь. И ее нет в белорусском варианте, или он ее не знает? Я думаю, что он ее просто не знает, потому что это очень специфическая лексика, которую мы не используем каждый день в своей жизни на белорусском. И поэтому, да, я думаю, что эта книга — это своеобразное отражение того, что происходило вокруг него. Теперь мы услышим пассажи из книги, и поэтому я прошу Герту Мюллер на сцену. Хочу сказать кое-что о всемирно известной Герте Мюллер, что вы, может быть, не все знаете. Во-первых, недостаточно слов благодарности, то есть всех слов благодарности всех слов благодарности не достает за ее выступление, за судьбу Белоруссии. Она написала открытое письмо диктатора Лукашенко в феврале под названием «Где они?». Это очень умное, проницательное письмо. И в конце она написала «Господин президент Лукашенко, вы обеспечиваете свою власть только насилием, полная изоляция заключенных. Это пытка, но заключенные не ваша собственность. Вы что-то связываете еще со словом «человечность». Мы будем смотреть на Беларусь и не перестанем спрашивать о том, где остались эти люди». И, Герта, вместе с тобой это письмо подписали другие лауреаты Нобелевской премии, Салман Рушти, в частности, великие музыканты, Герхард Рихтер, среди прочего. То есть, действительно, изысканная группа людей подписала это письмо, которое было отправлено в Минск. Последняя книга Герты Мюллер, книга-эссе под названием «Муха пролетит пол лета» как раз так задается вопросом, как жить в условиях диктатуры. Герта, когда ты впервые прочитала рассказы вот этот вот сборник текстов Максима Знака, о чем ты подумала? Какова была твоя первая реакция? Я поняла юмор И он заставил меня взгрустнуть Напомнил меня грустью Потому что я знала, в каких условиях возник этот юмор И что он означает в глубине своей И сколько нужно внутренней субстанции Для того, чтобы поддерживать в себе этот юмор И я также знаю истории из румынских тюрем Из того периода жизни, который я провел в Румынии При Чаушеску Мои друзья сидели в тюрьмах И это один и тот же принцип, так сказать Одна и та же система Особенно, что касается политзаключенных Изоляция, конечно же Террор, который организовывают внутри камеры Для того, чтобы они постоянно находились под психическом давлении Чтобы оно разъедало, разрушало их Подсаживание уголовников в одну камеру с политзаключенными Подстрекательство уголовников К тому, чтобы они издевались над политзаключенными Все эти истории мы знаем Алексей Навальный переживает В частности, нечто похожее сейчас То есть цель за этим абсолютно ясна Вся вот эта тюремная дисциплина Заточена на террор На человека ненавистничество И все это, конечно, в этих текстах на заднем плане И мне было немножко страшно Начиная читать каждый рассказ Я боялась за Максима Знака Потому что я думала Эта книга Эту книгу Он не опубликует ее безнаказанно Однако Я знаю также Ля Рьеву Это китайский автор Который много лет был в так называемом перевоспитательном лагере Который обязательно хотел, чтобы его книга была опубликована на Западе Даже если он за это сядет в тюрьму Поэтому я считаю, что абсолютно правильно Верно, что вы опубликовали книгу Максима Я думаю, что психически все-таки это очень большая поддержка для него Потому что он вышел в мир Он и сегодня здесь с нами присутствует Он присутствует с нами в двух ипостасях Как автор, который написал эти истории Но и как политзаключенный Он тоже сегодня с нами И я думаю, что обе этих ипостася одинаково важны для него И это является доказательством того, что Собственная сущность человека не исчезает Она сохраняется, когда исполняется такое желание О выходе собственного текста в свет Поэтому я очень рад, что вы опубликовали эту книгу Я думаю, что он написал эту книгу по-русски Еще и потому, что он знает, как много людей читает по-русски Белорусы тоже, наверное, все читают по-русски Русские читают по-русски Возможно, что он подразумевал и россиян тоже Ведь в России тоже достаточно политзаключенных в тюрьмах И вот этот тюремный язык Это язык, нормированный государством, так сказать То есть это стандарт языка, который создается в итоге Через государственные репрессии И этот тюремный язык очень сильно характеризует именно русский язык И, возможно, в белорусском языке их вовсе нет Потому что террор и репрессии пошли со стороны России То есть они осуществляются на русском языке И за этим тоже стоит намерение государства Итак, мы теперь перейдем к чтению Херта Мюллер Зачитает эпиграф и слова благодарности И потом мы начнем читать отдельные главы книги, рассказы И Ирина Козыкова на белорусском языке Зачитает посвящение, так сказать, стихотворение Которое Максим Знак изначально написал на белорусском Херта, пожалуйста, пересядь за столик Наверное, так будет удобнее Давайте Ирина, давайте сначала вы А потом уже Херта будет читать вслед за вами Я бы просто еще раз хотела сказать, что Читство стихотворений написано на белорусском И тот эпиграф, который вы видите в начале книги, он написан на белорусском Запрасил бы тебя у свою хату Тут завсёде частуюць гарбаты И никогда не сгасне светло Только ты не приходь Тут не дрэнна, а летыдни знікаюць дарэмна Быцамых на аху не было Аху не было Я помню тебя. Я сейчас прочитаю слова благодарности, с которых начинается книга. От всего сердца с благодарностью моей маме и маме моей мамы, которые настолько верили в меня, что у меня вдруг вышло стать собой. Моему дедушке, который научил меня, что если делать, то по-большому. И дедушке, который вернулся, стал папой папы и научил меня играть в шахматы. Моему папе, который вынужден нянчиться со мной повторно. Моей сестре, ставшей моим голосом, более ярким, талантливым и искренним, чем мой собственный. Моему сыну Олесю, который вынужден подменить меня в процессе своего воспитания. И, конечно, моей жене Надежде, моему защитнику, которая когда-то не отказала в ЗАГСе. Которой я слишком мало помогал. И которая в суде сражалась за меня так, что я впервые от счастья расплакался. Эти бусинки эмоций, мгновения смысла, сплошной безнадежной серости. Эти отголоски, пусть грустных, но улыбок, конечно, для вас. И два рассказа из книги. Первый рассказ называется «Суд». Он пришел с этапа и ушел в этап. Так все приходят и уходят. У него в прошлом было девятнадцать весен, а впереди могло ждать восемь зим. Немало, но так было у многих. А еще он попал сюда незаслуженно. Как все, как всегда. Он еще не устал рассказывать о том, как несправедлив мир. О том, что все это одна система. И о том, как безнадежно рассчитывать на оправдание. И что удивительно, нашлись слушатели, которые сочувственно кивали, а иногда вставляли свои примеры из таких же тысячу раз рассказанных историй. Наверное, это успокаивало. На суде на что рассчитывать? Сколько запросят, столько и дадут. Кто будет разбираться? Да не, почти всегда снижают. Не гони. Может и снижают, но не сильно. Главное, не оправдают. Даже слушать не будут. Слушать не будут. Но не будут и слышать. И не оправдают, конечно. И тут он сказал что-то необычное. Но ничего. Я буду в международный суд подавать. В какой? У меня записано. Так скажи, в какой? Я просто юрист. Мне казалось, что мы ничего не ратифицировали. Я так не помню. У меня строгач на этапе записывал, в какой суд писать. Сказал, что там решают. Пробовали. Работает. Может Гаага? Но мы не подписали. Или Страсбург? Хотя там тоже нет. Нет, не эти. Там было другое. Ну, глянь. Может, я напишу, раз верняк. Он полезко пошится в кэшере, перекладывая все, пока не нашел где-то в недрах обрывок бумаги. Между строками обвинения размашисто и коряво было написано два слова. Суд, куда ему посоветовали обратиться. Суд Линча. А сейчас про Машу, о которой уже была речь. Была речь. Ее звали Маша. У нее была широкая радостная улыбка и огромное красное сердце во все туловище. А вышло это так. Их вели по подвалам во дворе, привычно лязгая дверями. Они и так знали, что сегодня на улице снег или дождь. А на улице оказалась сказка. За ночь доставшийся им большой дворик покрылся снегом. У левой стороны лежали маленькие сугробики, правая щурилась ярким облупленным кирпичом. Во дворике не было ветра, стоял маленький плюс. И с такими развешанными на сцене ружьями выстрела было не избежать. Почти не сговариваясь, они бережно, чтобы не топтать еще не скрученные в шары снег, катали голову, тылу, туловище и ноги. А затем гордо водрузили на скамейку в центре. Но это было только начало. Под снегом прятались осколки красного кирпича и цемента. А в стенах можно было найти горелые спички, и они работали, не покладая рук. Но споря о неоднозначных художественных решениях, пигмалион, ее назвали Маша. У нее были глазки и носик, и даже аккуратные круглые цементные уши. Еще у нее были ручки и небольшие рожки, тоже очень аккуратные. А еще у нее почему-то был драконий костяной гребень от переносицы до хвоста. Но главное, главное, что у нее была радостная алая улыбка кирпичной мозаикой, и такое же, только огромное и выпуклое сердце во все туловище. «Снеговика разбурите перед выходом», сказал тот, кто смотрит сверху. Они кивнули. А потом обняли Машу, а Маша спряталась в углу за дверью. Им еще сказали стереть снежные надписи на стенах, а их можно было только залепить. Сверху следили за тем, как они это делают, а Маша тайно стояла за дверью и молчала. И когда их повели назад, они шли радостно и гордо, потому что там, за дверью, в уголке стояла очень красивая Маша с огромным алым сердцем-мозаикой. Она должна была встречать улыбкой тех, кто следующий придет во двор. Шедший последним никогда не сказал им, что конвойный заходил во дворик и был слышен звук, как при ударе ногой в живот, в мягкий снежный живот, прикрытый большим алым сердцем. Он решил думать, что ему просто показалось. Спасибо, Герта. Ирина, вы учредили такой хэштег два года назад, знаковые рассказы, то есть рассказы знака. И там есть запись с фотографией такой кирпичной стены, красной, и перед ней снеговик, снежная баба с вот таким алым сердцем и большой улыбкой. И там внизу текст Маша, Максима. Я прочитала этот текст, и в эту историю вошли лишь отдельные фрагменты. А вы помните, что это было? Это отрывок из письма или какая-то предварительная версия этой истории? Вы можете пояснить? Ходили письма от Максима. Я их публиковала у себя в Инстаграме и в Телеграме. таким образом делилась теми мыслями, которые он писал, какими-то отрывками из его повседневной жизни, чтобы люди могли больше узнать о том, что происходит. И да, я помню это изображение. Я его за пять минут нарисовала где-то, просто чтобы добавить картинку к рассказу. Это было письмо, и с учётом того, что я всегда перепечатывала слово в слово. Думаю, что это была сокращённая версия полного рассказа, который сейчас был озвучен. Назовём это спойлером, который я тогда получила. А этот рассказ в общем-то очень тронул всех людей, которые прочитали, как вы её читали, что вы чувствовали, когда переписывали этот манускрипт. Вы узнали этот рассказ, эту историю? Я думаю, что рассказы из книжки Закамерон прекрасны тем, что каждый в них может увидеть что-то своё. Безусловно, у меня возникла ассоциация, как и у многих из вас, с кем может быть эта Маша с большим красным сердцем и алыми губами, потому что это настолько очевидно. Но я не знаю, вкладывал или Максим такой смысл, я ему не задавала этот вопрос, но думаю, что каждый может домыслить так, как он хочет. Герта, как ты себя чувствуешь, читая этот рассказ? Ну, очень много тоски в этом рассказе поблизости по тем людям, которым нет контакта, а снежная баба это такое детское дело, детское занятие, вот такая наивность, которая, в общем-то, защитная такая наивность и чувство в общем-то общности, когда совместно делаешь такую снежную бабу, и это, по-моему, делают все дети в странах, где бывает снег, все дети знают, как играть со снегом, этому не приходится учить, это возникает инстинктивно, потому что снег это такая нежная штука, такая быстро проходящая, но и твердая, и такая эстетика, что используется, когда делаешь такую снежную бабу, все, что там лежит рядом, потому что это баба наполовину и дракон, то есть это фантазия такая, это очень сложная фигура, это не просто снежная баба, такая очаровательная, но там у нее еще разные другие части тела и другие свойства, которые, видимо, родились совершенно случайно, ввиду того материала, в кавычках, который был тогда рядом. Вы бы сказали бы вы, что, ну, может быть, это как раз имеет отношение к детскому, что этот рассказ в общем-то впечатляет самые последние фразы, то есть он, в общем-то, один человек информацию не разглашает, потому что не делать другим больно, а потом самая последняя фраза, нет, ну, я это просто выдумал. Как вы это принимаете, воспринимаете, Ирина? Да, это самый больный момент рассказа, и, конечно, когда ты погружаешься, представляешь себе очень живо эту картинку этого снеговика с этим красным сердцем, и все такое доброе, и красивое, и снег, и период радости, и в конце эта нить обрывается. И это еще одно напоминание о том, где находятся эти люди, и что на самом деле происходит. То есть это момент счастья, как он написал в предисловии к книжке бусинка эмоций, которая тоже может быть растоптана в любой момент. Для меня было больно читать конец этого рассказа, потому что нам всегда с детства хочется верить в чудо, в хэппи-энд, в том, что все закончится хорошо, а оно может быть по-другому. Но вот то, что этот человек решил, что он это только придумал, выдумал, не означает ли это, что он как бы сохраняет в себе такую ядро, такую частицу того, что не хочется сдаваться этой системе разрушающей, несмотря на то, что ты являешься ее жертвой и беспомощной такой жертвой. Герта, ты по собственному опыту, наверное, сможешь прокомментировать. Но меня занимал скорее этот жест надзирателя, потому что он же наблюдал за тем, как делают эту снежную бабу и как-то они его заинтриговали своим делом, но все равно возвращается к дисциплине, в свою роль. Он не может сдаться этим положительным эмоциям, потому что, конечно, он боится своих шефов тоже. Вот это иерархия. Значит, вниз топтать ногами, а перед верхом как-то сдаваться, потому что он не может верить или считать, что он это только выдумал. Это может быть значит, что он промолчал для того, чтобы самого себя защитить. Разговор не всегда помогает или речь не всегда помогает. Можно верить, что помогает, но не всегда так. И я ведь я знаю, что последний кто-то видел, это Максим Знак. И он самого себя не называет, но он говорит, что я человек мыслящий и логично и считает, видимо, что лучше оставлять других, предать людей или других своих соратников так сказать этой иллюзии, что есть такая снежная баба, и потому что они в общем-то создали самого себя, делая эту фигуру такой сложной. Для меня это стало индикатором того, что в общем-то в этом тоже проявляется стойкость и противостояние вот эта часть дракона. То есть это значит эта снежная баба тоже чему-то сопротивляется. То есть они конечно же а да, он конечно это ему не показалось, это было на самом деле так, что растоптали эту снежную бабу, но он себя этим успокаивает как бы и ребят своих тоже. он себя не сдал, может показаться, хотя не знаешь, но я знала, что надзиратель конечно разрушит, потому что этот момент свободы, инновации, так сказать, конвойной, что он это разрушит, он не сможет допустить, чтобы тут проявился элемент творчества в этом дворике и для конвойных это всегда угроза, потому что из этого может получиться все, что угодно или с другой стороны они может быть и не хотят, чтобы узники радовались или испытывали положительные эмоции. самозащита это тоже важно для других тоже. Очень часто бывает так, что не имеет смысла рассказывать другим правду, если от этого будет ему только больно, а ничего в положительную сторону не изменится. Такое бывает и в так называемой обычной жизни, нормальной жизни. знак является юристом, он обязательно придумает или думает над тем, что следует сказать или стоит сказать, а чего лучше не надо. И, конечно, все это ради защиты себя и других. В этом проявляется харизма этих рассказов. герта, давай прочитаем последние рассказы. Уруру. 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 он ответил. Но потом объясняли, что это было. Объясняющиеся на рулеводителях. Это было не то, что это было не то, что это было. Это было здесь уже всегда. Как как телефон, можно говорить о каналировании, о том, что в стеклое в каждой хитре, даже хрена. Даже трубки для разговора были. Правда, не телефонные, а гофрированные. Голосом говорить можно было и через стенку, слушать через круголя, и через батарею, снова в кругаль говорить и слушать. Или даже погромко, если удавалось перекричать радио. Но Уру-Уру, конечно, был самым интересным вариантом. Уру-Уру, Уру-Уру, говори, говори, говору, говору, есть курить, не куру. Пока двое говорят о своем, о важном, по трубам разносился синтезированный робоголос. Один из старожилов, похоже, в прошлой жизни айтишник, бодро рассказывал, что Уру-Уру позволяет проводить даже многоканальные конференции. Вот только с шифрованием было не очень. Это как? Новичок не врубился. То ли в то, почему не очень, то ли в слово шифрование. А вот, смотри. Легким движением руки, экс-айтишник снял с раковины сифон и элегантно поднес его к уху. Потом прикрыл его рукой и пояснил. Видишь, я все слышу. Никакой защиты. А еще я тоже могу говорить. Потом он отнял руку, немного подумал и заорал в сифон, перебивая неспешную беседу. Эй! Ты кто? Кто говорит? Как ты туда попал? Рассказ 62 называется «Рецепт». О положниковой еде здесь предпочитали говорить, как и о покойниках. Или хорошо, или ничего. Но не получалось, конечно. Иногда эмоции оказывали сильнее разума. И еду обсуждали бурно. Несмотря на то, что потом нужно было с этим как-то жить. Но что надо было сделать с овсянкой, чтобы на выходе получить вот это? Возмущался повар какого-то разряда, волей судьбы, вынужденный вкушать плоды трудов в своих менее талантливых коллег. Вопрос оставался безответным. Рецептами никто делиться не собирался. В многозвездных мишериновских ресторанах рецептами тоже никто не делится. Но здесь был совсем другой случай. По некоторым блюдам их интересовал хотя бы состав исходных продуктов, а не нюансы их приготовления. Например, часто велись споры. А из чего же, из чего же, из чего же сделаны рыбные котлеты? То есть название котлет как бы предполагало ответ. Но, во-первых, это было не точно. А во-вторых, рыба рыбе рознь. Камерные исследователи выдвигали гипотезу о круговороте еды в природе и о безотходном производстве. Злые языки гурманов утверждали, что недоеденный картофельный суп превращается во все супы. Несъеденная перловка в рассольник, а рассольник в ошметки огурцов в вечернем картофельном супе. И уж точно и безусловно, рыба-могила на следующий день становится прекрасными рыбными котлетами. А вот скептики сомневались и приводили контр-аргументы. Якобы были случаи, когда картошка с соленым огурцом появлялась без предшествующего рассольника, а котлеты после рыбы жареной, которую, конечно, съедали до косточки. Фигура речи не более. Спор был прерван новеньким. А я знаю, с чего котлеты. Сказать? Да, да, несет, разлаженно ответили они. Но он все равно сказал. Мне тоже всегда интересно было. И вот я решил разломать и рассмотреть разлом. Я вот разломал, а там на меня из котлеты смотрит глаз. Рыбий. Так что из рыбы. Сто процентов. Интрига пропала. Да и аппетит тоже. Топот тараканов. Рассказ номер четыре. Он открыл глаза и увидел прямо перед собой на потолке таракана, спешащего по своим тараканним делам. Таракан был белым. Говорили, что белые воюют с рыжими. И побеждает один вид. Ну, говорили в других местах. Тут-то, считай, тараканов не было. Это не считается. Проблема вообще-то была не в таракане, а в том, что он проснулся непонятно от чего посреди ночи. Может, таракан громко топал? Да какая разница? Дело было в швах. Дело было швах. Была ночь. Точнее, определить не получалось. Горело чуть менее яркое освещение. На продоле было тихо. Где-то между полуночью и пяти утра. Точнее сказать не получалось. Рождество разбудить кого-то из счастливых обладателей часов и спросить, который час. Пару дней назад один додумался так сделать, а потом оправдывался, что ему казалось, будто хозяин часов ворочается, а поэтому не спит. Оказалось, что было без четверти четыре. Проснулись все. Но сейчас все спали. И это было самое ужасное. Для того, чтобы понять, что такое храп, заприте вместе от пяти до двадцати взрослых мужчин. Храпуны обязательно будут. Постепенно они могут обучить своему черному ремеслу и других. Храпуны вроде дружелюбны. Разрешают себя пихать или переворачивать. Вот только не помогает. Храпун, конечно, перестает храпеть на время. Но засыпает он все равно быстрее. А если в хаде их несколько, а их всегда несколько, то шансов при переворачивании вообще нет. Тогда просто договариваются, что они дают всем час форы перед тем, как заснуть. Не успел заснуть или проснулся ночью? Извини и прими соболезнования. Сейчас был именно такой случай. Храпели трое, окружив его в трех измерениях. Шансов не было. Хотя он, конечно, попытался. Стучал по Нари. Бестолку. Не успевал заснуть. И дико бесило. Ему не давали спать тем, что спали. Обидно вдвойне. Если уже часа четыре, то можно было бы встать. Но кто знает, сколько сейчас. Так он крутился, ворочался, злился. Стучал. В полголоса ругался. А потом как-то устал совсем. Взял. И, наконец, заснул. Рассказ номер девяносто. Бразилия. Что читаешь? А, Библию. А я уже читал. У нас на малолетке в комиксах была. Ему явно было скучно. А ты что читаешь? А, легкий способ бросить курить. О, а хочешь, я расскажу тебе, как бросить курить? Очень надежный способ. Мне помог. Сказал он и затянулся. Никто разговаривать с ним не хотел, но пришлось все же. Слушай, а ты вообще читать-то умеешь? Ты чего? Я только школу закончил. Одиннадцать классов. С отличием? Как надо. Так и закончил. Ну, давай проверим. Знаешь, где Бразилия? Отстань. Ну, знаешь или нет? Конечно, знаю. Так скажи, отстань. Вот так и началось. С тех пор только лениво не спрашивала про эту Бразилию у него. Где да где. Почему-то больше никого, ничего из школьной программы не интересовало. А вот в вопросах Бразилии, видимо, все были крупными специалистами. С течением времени вопрос пытались упрощать. Просто скажи, на каком континенте Бразилия? Ты же континенты знаешь? А ты знаешь, как в школу на малолетке ходят? Я пришел два, двойка не пришел, четыре, четверка. Ладно, скажи, на каком континенте Япония, если Бразилию забыл? Отстань. Обычно приедаются после ста повторений. Но если тот, над кем подшучивают, неизменно бурно реагирует, шутка становится только смешнее. Он вставал и ложился с Бразилией. Пытался даже угадать, но кто их знает, эти материки. Поэтому злился. Доводили человека. И, наконец, тот, кто все начал, решил и закончить. Он подошел как-то и примирительно сказал. В общем, слушай. Короче, если тебе интересно, то Бразилия в Америке. Южной. В какой в жопу Америки достали уже со своими приколами и со своей Бразилией? Спасибо, Герта Мюллер. Спасибо, Максим Знак. Спасибо, Фолькер Вайксель, Генриетте Райснер за перевод. И, Ирина, последний вопрос с вам, прежде чем мы дадим задавать вопросы аудитории. Вот такая точность наблюдения, умение точно наблюдать, которая проявляется в книге, на чем она демонстрируется. Он в жизни такой же? Вы таким его помните, когда он еще был на свободе. Вы можете по детству своему подтвердить или из более поздних лет, или объяснить себе, откуда это у него проявляется. Вот на такой небольшой площади, в такой камере создавать вот такой огромный микрокосмический мир. Это очень интересный вопрос. Он всегда был наблюдательным и замечал вещи, необычные вещи вокруг себя. Он умел их находить. И это началось не только, когда он попал в тюрьму. Это было всегда. В качестве примера могу привести, он писал много песен. И, например, у него есть песня про то, как его сын Олесь сидит в уголочке и говорит «Бамбар-бамбар, бамбар-бамбар». Он был маленький и ничего другого еще не говорил. Может быть, с машинкой играл. И он из этих «Бамбар-бамбар» написал целую песню про то, как в углу сидит волшебник. Он колдует и произносит заклятие. Это заклятие «Бамбар-бамбар». И там развиваются события, что вокруг него появляются магии с посохами. И в конце песня заканчивается тем, что будет он бормотать, пока не начнет размолять по-белорусски, разговаривать. И это свидетельствует о том, что он замечал всякие интересные моменты в своей жизни всегда. И умел относиться к жизни с юмором, стойко, идя вперед, находя позитив в даже самых сложных ситуациях. Сейчас трудно переключиться и спрашивать вас о своей работе в белорусском пенобществе. Но сейчас, в общем-то, очень хорошая возможность, если вы хотите задавать вопросы. Конечно, мы никого не заставляем задавать вопросы. Вы можете просто спокойно поразмыслить над этими текстами. Вы можете книгу, кстати, потом купить. У нас 15 тут экземпляров. Есть ли вопросы? О тюрьмах, о коммунистических режимах. Или, вернее, эти тюрьмы в любом коммунистическом режиме, в КГБ всегда был этот мир тюремный. То есть это те же самые люди, те же самые формы, та же самая методика, как это было известно и раньше? Или что-то изменилось? Мне достаточно сложно ответить на ваш вопрос. Я, наверное, не застала коммунистические тюрьмы в силу возраста. Но я думаю, что, да, методика, она не изменяется из года в год. И, к сожалению, об этом свидетельствует литература, в которой описывается, как это происходило, и свидетельствует то, что продолжает происходить сейчас. В продолжении вопроса, Ирина, вы знаете, как выглядела камера, в которой Максим писал эти рассказы в сентябрь 2020 по декабрь 2021 года? То есть как она была оборудована, эта камера? Есть примерное представление, как она была оборудована. Конечно, я её не видела своими глазами и могу судить только по описанию. Это совершенно небольшое пространство, в котором зависимость от камеры содержится от 4 до 16 человек, в зависимости от площади камеры. Но всё очень узенько расположено. Есть нары, которые откидываются, есть маленький столик, есть одна лампочка наверху на всю камеру. Места свободного очень мало. И все вынуждены существовать в таком узком пространстве и уживаться друг с другом. И именно об этом в том числе в Закамероне и написано, как люди уживаются друг с другом и как они находят способы сосуществовать в таком маленьком пространстве. Недавно был проект в интернете, когда визуализировали 3D-камеру в Аладарке. Его можно найти и покрутить, как на Google Maps. Вот так можно покрутить камеру и увидеть примерно, что она из себя представляет. Когда дама задавала вопрос, я вспомнила Волжину Морт. Он называл эти тексты элегиями Пештоловского. Эта тюрьма, в которой они родились, имеет очень долгую печальную историю. Может быть, вы ещё расскажете несколько слов об этом замке Пештоловского? Она находится в центре Минска, и это очень грустно, что до настоящего времени в таких стенах продолжают находиться не только люди, которые совершили преступления, но и невиновные люди. И это происходит исторически, то есть это уже не первый случай. И замок в очень плохом состоянии, то есть нужно понимать, что у него, насколько я помню, одна башня полностью обрушилась, но это не значит, что другие несколько башен не постигнет та же самая участь. И это в очередной раз показывает отношение к ценности жизни людей, что их содержат в таком месте, в таких условиях, несмотря ни на что. Ина? У меня вопрос в адрес Ирины, а затем Герте Мюллер. Максим Знак до событий 2020 года имел возможность или интерес ознакомиться с диссидентской литературой, то есть из эпохи до вас, из времён коммунизма. Знает ли он, например, тексты Вацлава Гавеля? И у Герты хотелось бы спросить, какое место бы вы придали этим текстам в литературе? Это скорее местный феномен или это европейского значения? Как бы вы это оценили? Я коротко отвечу, что да, безусловно, Максим очень много читал. У нас и огромная библиотека дома, которая собрана благодаря родителям и бабушке с дедушкой, где очень много книг. И Максим с детства, знаете, историю про мальчика, который читает с фонариком под одеялом. Вот это Максим. Он очень много читал, и я, безусловно, уверена, не могу подтвердить конкретно по авторам, но с учетом объема прочитанной литературы, уверена, что он их читал ранее. И эти книг, наверное, невозможно было купить в книжном магазине. Диссидентская литература при диктатуре всегда важна, и ее передавали из рук в руки. Когда делали обыск, то их, конечно, конфисцировали. То есть это не само собой разумеется. Сам издат это известно, но тем более это важно. Все это известно, что из рук в руки передавались копии, которые очень трудно было делать. Тогда еще не было компьютера. То есть были такие копии, очень такие бледные и на изношенной бумаге. Мы же знаем литературу из ГУЛАГа. И все это составная часть этой главы литературы, которая возникала в экстремальные времена, и которая до сих пор существует. И слава Богу, что существует. Я этот текст читаю. Катарина сказала, что мы уже читали это раньше. Я сейчас эти тексты читаю по-другому, чем тогда, когда Максим Знак только что их написал. А сейчас мы знаем, что он исчез, и никто не знает, где он находится. И читая тексты или перечитывая их, конечно, об этом всегда помнишь. И по-другому и быть не может. Это документ, естественно. Документ из тюремной жизни. Эти документы очень ценные и очень важны. И вы спрашивали. Они, конечно, создаются в очень примитивных условиях. И эти тюрьмы продолжают использовать. Это во всех диктатурах. Так, в России до сих пор люди находятся в лагерях. И они уже в самом своем названии носят такие страшные элементы. И я знаю историю людей, которые брошены в тюрьмы или которых арестовали в Белоруссии, в том числе. И как с ними обращаются. Это самый настоящий террор. Хлорка, например, мочит их одежду. И там настолько сильный запах этой хлорки обжигает легкие. Это не тюрьмы, такие, как мы их знаем по Германии или демократическим странам. Это совершенно другие условия и совершенно другое намерение. Речи не идет о реабилитации человека, о выпуске его на свободу. И для подготовки к жизни на свободе ему дают шанс уже во время заключения. Там совершенно по-другому. И это, конечно, наводит грусть и беспомощность. И в Белоруссии это практикуют. И самое страшное в том, что пока существует Путин, будет существовать Лукашенко. А пока будет Лукашенко, эта тюремная история не закончится. Она продолжится. И мы, конечно, желаем этим людям, чтобы они пережили, чтобы они себя не теряли, чтобы они смогли это пережить. Это такие, в общем-то, очень странные... Мы читали про тараканов, нет зубных... Вообще врачи никаких возможностей лечения зубы в том числе. Это специально применяют такие страшные методы, чтобы разрушить людей. Спасибо, Герта Мюллер. Есть еще один, наверное, последний вопрос. Спасибо большое фонду Бёля, Герте Мюллер. Мы многое сейчас услышали, узнали о тюрьмах в Белоруссии. Это, конечно, ужасно. Но не так ли это еще, что мы можем многому научиться с Белоруссией о ценности свободы, о ценности того, чтобы сохранять свободу? Ну и значение литературы, конечно, также еще раз подчеркивается, в частности, присутствием здесь Герты Мюллер. Но мне кажется, что белорусы нас во многом опередили. Я хочу высказать свое восхищение вам и белорусам в целом. Спасибо. Конечно же, вам, Ирина, что вы вот это вот, вот это письмо в бутылке, так сказать, да, которое к вам приплыло, что вы переслали его нам. И все, кто слышали эти тексты, что речь идет не только о лагерной прозе, документации, о дневниках из тюрьмы, каких-то еще текстах. Нет, я еще думаю, я думаю об этом человеке, который все еще очень молод. Я думаю о том, как он играет со своим сыном. Я думаю, что человек, который имеет дар создавать литературу, оказался в такой ситуации. Это, конечно, можно сказать счастье, что он эту свою силу, этот свой литературный дар внес в тюремные стены. И, конечно же, я присоединяюсь к пожеланиям Герты Мюллера, чтобы Максим справился с тягостями своего заключения. И я желаю нам всем и вам всем, чтобы все мы не теряли из вида то, что происходит в Белоруссии. Поэтому спасибо Ине Румянцевой, Робину Вагнеру и переводчику Фолькеру Вайкселю за свою работу. Фолькер Вайксель организовал акцию солидарности. Он создал некую базу данных политзаключенных, которую он обновляет постоянно. И он также нашел вот этих вот так называемых шефов, которые берут шефство над политзаключенными. И вот это упорство, настойчивость я желаю всем не только в чтении, но и в наблюдении за тем, что происходит в Белоруссии. Ирина, огромное вам спасибо, что приехали. Впервые приехали в Германию, что вы с такой открытостью говорили здесь о своем брате. Герта Мюллер, огромное спасибо за ваше прекрасное чтение. И всем вам спасибо большое за внимание. И, конечно же, спасибо фонду Генриха Белля за то, что он помог нам организовать этот вечер. Спасибо. Спасибо. Спасибо.